добрый день дорогие друзья вас приветствует группа mail art inspiration это лена и сегодня я хочу вам вкратце рассказать что можно официально отправить бандероли с чем вы можете прийти на почту и сказать хочу отправить бандероли расскажу немножко про бандероли и так в первую очередь бандеролях вы можете отправлять всю печатную продукцию что же сюда входит например фотографии вот мои место снимки распечатаны такой вот кучкой понятно что в конверт их они удобно складывать поэтому их можно отправить бандероликой что же можно отправить еще бандероликой вот такую стопку открыток и вот их можно взять здесь открытки у меня с мими карции из всех моих друзей кто мне присылал очень люблю ценю храню что вы можете еще отправить журнал газету всю печатную продукцию повторяю что же можно еще а наши котята вернулись что же можно еще отправить блокнот что в этом блокноте неважно но блокнот что еще можно отправить книгу любую книгу как вы понимаете все это 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 все печатная продукция то есть напечатано как лучше всего ее упаковать так такие вещи как открытки и фотографии я предлагаю дома взять сначала запаковать в обычный полиэтиленовый файлик перемотать все скотчем сверху можно упаковать в бумагу подписать и на почте обязательно упаковать в их конверт не надо на почте покупать коробку для бандероли просто пакуйте в пакет но соответственно чтобы ничего не повредилось вот я предлагаю вам обернуть чем-нибудь вот то же самое с открытками в принципе тетради и блокноты можно отправлять и так сколько мне не приходили никаких проблем не было ничем они были не упакованы вот далее это те вещи которые вы просто можете перенести на почту сказать мне отправить бандеролью и так если вы отправляете 10 снимков вот так это будет отправлено заказным письмом в данный момент в россии такое письмо будет стоить 35 рублей за границу около ста это примерная цена там плюс минус буквально какие-то копейки вот если вы принесете все вот эти снимки скажите вам надо отправить письмо их можно распределить вот так вот по всему письму до вспоминаем наши длинные конверты где-то у меня здесь был вот наш конверт вот можно распределить по всему письмо и отправить но я бы не рисковала мне кажется их могут помять и так далее то есть я на всякий случай все-таки их бы сложила в файлик запаковала написала добрые слова своему другу и отправила вот значит открытки обязательно очень хорошо паковать потому что мнутся только так три открытки пожалуйста больше не на почте бывают два вида пакетов к сожалению у меня нет сейчас чтобы наглядно показывать одни это обычные белые полиэтиленовые пакеты и вторые это пакеты с пенопузырчатой прокладочкой вот они отлично подходят сколько стоят пакеты пакеты стоят от 15 до 45 рублей ценовая категория абсолютно разные я вам советую не жадничать и брать пакеты с пузырчатой вставочкой они вообще отлично для того чтобы отправлять что такое бандероль в целом да заказная бандероль заказная бандероль стоит очень недорого если вы хотите другу отправить открыточек наклеечек блокнотиков календариков все что напечатано и плоско это все это складываете аккуратненько в одну стопочку приходите на почту и отправляете это другу примерно за 40 рублей согласитесь те кто отправляет посылки знают что посылка стоит 100 с чем-то ну 40 рублей это небо и земля и другу придет извещение в почтовый ящик он пойдет на почту и заберет не забывайте что надо верно указывать имя фамилия отчество человека который отправляет и отправление бандероли не обязательно указывать отчество это только при посылках вот не забывайте правильно указывать потому что последнее время очень много проблем с тем что мне например входит отправление не на мое имя и я не могу их получить потому что мне их не выдают если вам на почте говорят что ой ничего страшного ничего не будет то они сами себя подставляют поскольку случае если ты отправляешь заказное письмо не на имя например на буковку ю то штраф придет тому работнику кто отправил это будет известно по чеку а плюс еще при отправлении такой бандерольки вам дадут номер отслеживания человек сможет следить и вы сможете посмотреть получилось человек бандероль вот такая замечательная вещь которую вы получаете всего за 50 рублей так что советую вам порадовать друга собрать ему немножечко милости и приятностей отправить вот такую вот стопочку и получить бурю эмоций от вашего близкого человека всего вам хорошего это была лена следующий раз я вам расскажу как отправлять то что нельзя отправлять пандеролях до новых встреч